Оксана Шаповалова живет в Комунаре. Привезла в Абакан свою подругу, чтобы помочь ей записаться на программу реабилитации инвалидов. В бюро медико-социальной экспертизы с ними поедет сурдопереводчик. А согласовать время визита помогло общение с диспетчерской службой по скайпу. Можно по скайпу позвонить. И вот она говорит, что через одноклассники можно связаться, и по скайпу им это удобно. Житель Саиногорска Эдуард Амремов, связавшись с диспетчерами, узнал, что его очередь на получение нового слухового аппарата и телевизора с телетекстом от фонда соцстрахования подойдет только к середине февраля. Так что он сэкономил деньги на поездку в Абакан и обратно. Им удобно. Они позвонили нам, мы с ними поговорили, проконсультировали, куда надо записали. В поликлинику в основном, к терапевту, к врачам узкой специальности, в пенсионный фонд. Социальная диспетчерская служба для глухих делает первые шаги в Хакасии. Пока в скайпе у них всего три абонента. Это остальные из 400 глухих и слабослышащих пишут на страницу в Одноклассниках, либо сообщают о своих проблемах смсками на один из сотовых номеров диспетчерской службы. Ноутбук, оборудование для скайпа и пакет смс оплачиваются из средств гранта. Министерство труда и социального развития республики выделило Республиканскому отделению общества глухих на эти цели 280 тысяч рублей. Сумма по нынешним временам не так велика, но для слабослышащих и глухих людей это большая поддержка. То есть услуги связи? Да, услуги связи.